итак приветствую зрителей моего канала это видео для тех кто начинает или желает начать значит обработку видео до видеомонтаж в программе капкуд это будет видео для полных новичков кто вообще начинает только использовать эту программу то есть я не буду не буду там какие-то показывать нюансы фичи там то есть только основное вот вы открыли эту программу такое окошечко появляется что можно сделать вот здесь идем сюда настройки можно опять настройки здесь сохранить в то есть здесь вы можете выбрать куда сохранять проект но я не трогаю эту папку путь загрузки тоже не не трогаю вот здесь можно не удалять и кэш поставить и придется самостоятельно удалять вот например нажав на вот эту кнопочку или вы можете нажать вот вот эту до автоматически удалять кэш значит возрастом 15 дней назад до далее изменить тут мы можем задать например частота кадров в секунду да вот здесь например больше я не менял бы ничего здесь пускай остаются так как есть вот эти три галочки первые ну путь сохранения там ну не знаю может быть поменять далее язык если у вас не русский то поставьте русский да и потом сохранить и все и смотрите создать проект вот у нас на синим таком не носить сине розовом фоне вот создать проект нажимаем да кстати вот здесь корзина еще есть да вот корзина если вот хотите наши нажмите вот и здесь можно удалять можно нажать на вот это можно конкретный файл удалить да я на него нажал и удалить удалить а можно вот на эту кнопку которая только что было активно нажать все удаляет хорошо создать проект нажимается вот такая рабочая у нас среда и смотрите импортировать вот есть у нас импортировать файлы видео аудио и изображение все это можно сюда импортировать нажав на эту кнопку но также можно вот так просто взять открыв папку открыв папку и там бросив сюда прям вот таким образом сюда либо сразу на timeline а вот скажем например вот беру и прям сюда тощу видите сюда тощу и и вот я уже и бросил и видите вот у нас есть уже и например взял эту если там с нескольких вот и сюда ее бросил да вот у нас два файла вот два файла потом если не нужен например на этот щелкнул правой и левой извиняюсь кнопкой мыши выбрал и нажал на клавиатуре делит делит либо нажал где у нас здесь вот корзин когда удалить удалит вот или backspace да там еще у нас вот клавиша так подсвечивает даже дальше что мы можем делать вот с этой с этой бедой да то есть можно вот кнопочки да ну вот это например отменить я не трогаю вот это потому что я не не пользуюсь этим потом где-то может быть это рассмотрим вот дальше вот это разделение то есть если мы нажали то наш файл разделился вот назад если мы вот выбрали например так извиняюсь вот мы выбрали вот так можно до двигать вот этим можно вот так выбирать вот когда я двигаю желтая есть чтобы ее включить или отключить вот у нас вот эта кнопочка отключить ось предпросмотра нажали отключили уже нету да то есть можем вот этим двигать и выбирать вот выбрали да выбрали нажимая на эту кнопку написано до удалить контент слева то есть все то что вот здесь слева она будет удалено вот нажал удалила да все слева или все справа вот этот кусочек маленький вот справа там даже так нарисовано да как бы слева остается справа удаляет все удалил видите удалил дальше дальше что здесь у нас озвучка но это тоже не трогаем смотрите вот давайте отключим вот это все выделил кстати смотрите горячие клавиши я себе поставил разделение клавишу c то есть здесь можно любую любое писать вот видите вот я там нажимая то есть клавиша c только английскую раскладку включите клавиша c распознанно сохранить то есть когда вы нажимаете на клавиатуре c она видите режет разделила виде когда вот эти три или четыре сколько этом подключал то она вот так свободно двигаем смотрите если я нажму вот эту включить привязку нажал теперь когда мы двигаем появляется так стоп они вот эту вот эту вообще можно не трогать вот вот это вот это да это отключить автоматическое склеим вот я сюда беру внутри питая но появляется такая полосочка линия вернее бирюзовая вот она появилась на все подогнал все она как бы сцепилась если например мы хотим все склеить у нас там несколько файлов например да вот разбросаны я нажимаю вот на эту и она все вместе так лепит все ну control z так даже если мы поменяем как то вот так то есть нам нужно ну то есть мы куда-то еще вот этот бросили сюда и мы нажимаем сюда и все склеивает понимаете все склеивает то есть вот такой момент но опять же вот это удобно аначе вот эту ось да вот эта ось то есть мы вот этой осью выбираем что-то где-то смотрите пришли сюда выбрали да ну то есть вот этот момент и смотрите курсор у нас сверху нет не здесь потому что здесь нажмем мы просто вы выделили этот фрагмент это этот кусочек видео если же сверху то мы нажали и вот эта штука передвинулась да вот этот бегунок передвинулся то есть вот прошли сюда выбрали момент видите мы так довольно таки точно можем выбирать да смотрите как видео проматывается и потом дождь останавливается щелкнули и теперь мы можем резать либо сюда нажимаем до разделения или си си нажали вот и разделение вот мы нарезали можем вот так взять вернее не можем потому что вот здесь все клеит взять теперь вот мы вот это отключили и можем вот так подвинуть то есть чтобы так двигать ну может быть мы там захотим захотим что-то там переставлять его извиняюсь вот тогда все заметились я так тащу появляется новая дорожка ну изображение все то же самое мы сюда забрасываем и можем поверх поверх вот этого значит сюда изображение ну вот например скажем смотрите вот это видео работа ну вот она вот это видео можем взять его так уменьшить то то же самое можем с изображениями делать понимаете например изображение на прозрачном фоне мы там может быть какую-то подпись или просто изображение до набросать можно несколько их вот так же как и видео вот видео да вот еще одно ну давайте не то другое какое-то вот вот это вот сверху на вот еще вот вот видео вот она то есть у нас одно второе и вот это основной да можно фон какой-то сделать там то есть ну так же вы увидели что можно вот изменять изменять размеры то же самое с фотографией крутить вертеть видите то есть вот такие вещи вытворять то есть если вы хотите вот начать уже монтировать там что-то там лепить уже из своих снятых видео то уже достаточно информации для вас да вот так же мы можем добавлять сюда всякие звуковые файлы вот у нас звук вот у нас есть звуковые всякие записи да вот и мы можем как добавлять вот взяли например вот я нажал и она сразу можно прослушивать вот вот здесь вот как плеер открылся вот я нажимаю пауза да вот закрываю нажал вот этот аппы не увидите вот здесь он вот я сейчас вам показываю да вот можно прослушать здесь нажал или удалить музыка вот музыка тут разные можно выбирать да либо музыка либо звуковые эффекты вот музыка говорят что без проблем вот эту музыку используем да я точно не знаю но так говорят и вот мы ее выбрали и можем на youtube загружать без проблем так но она видите сюда сверху не кидает снизу кидает и вот мы звук добавили что мы со звуком делаем мы можем со звуком работать вот справа сверху смотрите вот громкость меньше больше да видите и сразу же здесь вот на значит дорожки у нас вот здесь тоже можем вот так вручную взяли и вверх вниз да и как видим наблюдаем справа как она там бегает влево то есть лево вправо далее увеличивается уменьшается да вот то есть звук мы убавляем смотрите вот это есть затемнение осветление но как-то странно назвали но что происходит вот мы видите делаем и вот смотрите справа это начало нашего звука нашей музыки вот и речь идет о том что музыка постепенно как бы с нуля и до выбранной громкости идет вот смотрите с громкостью увеличивается и например если мы там взяли вот сюда нажали так и вот здесь уже осветление это уже заказа заканчивается этот ролик вот то есть звук будет затихать затихать стихает вот то есть ну вот такие вещи мы творим со звуком вот такие вещи мы творим со звуком ну вот эти вещи вот что здесь предлагается тоже можно попробовать с ними там работать изменение голоса тоже скорость там ну вот скорость тоже то скорость может быть может быть видеоклипа до скорость и максимально мы увеличиваем до вот в сто раз да как бы так то есть выбираем скорость вот это так извиняюсь вот один это нормальная скорость это замедляет замедляет да то есть вот один это нормальный и вот ускоряет ну понятно ускоряет ускоряет скорость так дальше так поставим один дальше со звуком мы разобрались со звуком как бы я не знаю стоит ли делать вот такие вещи там это разве что с разговором да кто-то там но записал голос можно его как бы сделать более быстро или более медленно но видите но чё там значит мы с этим не работаем да хорошо удалим дальше дальше смотрите дальше чем мы делаем дальше у нас например звук разобрали текст до текст по умолчанию написано вот он наш текст и из текстом тоже много настроек разных много разных настроек вот здесь мы пишем текст вот близки да здесь мы пишем пишем разный вот значит уменьшаем размер либо здесь либо вот здесь то уменьшаем шрифт вот здесь можно жирный задать здесь можно подчеркнуть здесь можно сделать его под наклоном да вот дальше что мы пишем здесь мы пишем разный текст который там который нам нужен и потом потом зрители будут будут все я хотел сказать все это читать вот так что мы можем делать вот уменьшаем увеличиваем да вот здесь вот так вот видите что я вытворяю с этим текстом вы понимаете что с ним так так еще раз выделим то что с ним можно делать и и теперь например что можно сделать с текстом анимации тут куча все всяких вещей относительно анимации 0 я вам например покажу вот этот вот смотрите я нажимаю видите то есть вот когда мы что-то рассказываем сразу идет текст и мы но это слишком быстро поэтому смотрите я его растянул и еще раз так смотрите растянул насколько там на 12 секунд да вот я его выделил и здесь у нас есть здесь у нас есть так текст размер шифта все есть и смотрите сейчас я потерял так вот эту анимацию от анимация есть она его длительность вот здесь внизу длительность тоже будет на 12 секунд и вот все постепенно когда мы говорим то как бы как бы зритель видит что здесь написано ну то есть вот для так для такого вот здесь вот 12 секунд и здесь тоже 12 больше нельзя потому что ну видео нету больше если бы видео больше мы берем больше так растягиваем наш текст например на 20 уже растянули до секунду вот здесь видно и нам нужно анимации вот здесь опять растянуть можем на 20 растянуть и вот два на протяжении 20 секунд ну понятно если мы хотим чтобы синхронно с голосом это было то мы подстраиваемся под голоса не под видео да хорошо ездить стикеры ездить разные эффекты да есть переходы вот тоже их очень много и вот они здесь разные да есть движение размытие там основной засуги и так далее так далее так далее много есть то есть если у нас например вот здесь мы взяли разделили мы берем какой-то ну не знаю там движение да и мы берем вот тащим сюда вот этот переход вот здесь он и мы видим ну давайте чтобы интереснее было мы возьмем другой клип и переходы и берем сюда и посмотрим что там получится у нас и и вот видите это такое движение по кругу но и другие другие всякие там переходы вот такой переход то есть не буду все показывать потому что очень много на фильтры у нас на этом есть у нас тоже вот коррекция коррекция то есть мы же вы выделили чего-то там да какой-то клип и будем заниматься коррекцией корректировка что касается вот этой до пользовательские изменения смотрите идем и вот значит вот этот отрезок вот сколько мы выбрали и мы можем вот именно над конкретным отрезком работать конечно можно по-другому сделать но сейчас это покажу и вот у нас вот эта корректировка с этой стороны отображается здесь можно работать можно по-другому то есть вот это удаляем выделяем клип вот выделил да и вот здесь вот здесь мы убираем корректировка опять то же самое появляется либо мы вот так делаем если хотите только над этим кусочком взяли например вот здесь разделили только но я имею ввиду либо так либо так как я только что вот показал добавляем сверху и вот чем мы можем делать чем мы можем делать например так выбрал его корректировка и что мы видим температуру мы уходим либо в теплые либо в холодные в холодную температуру оттенки тоже ближе к зеленоватости либо в красноватость уходим насыщенность вот более насыщенно по цветах либо менее аж до черно-белого можем идти до экспозиция понятно либо засвечиваем либо уходим в тень контраст тоже можем делать видите вот более контрастно менее контраста осветления и так далее например например резкость да смотрите вот даже более резкий менее резкий четкость всем этим можно значит играть вот этими всеми настройками и вы увидите как можно вот изменять вот эти все анимация ну вот просто с видео анимация наверное анимацию можно делать лучше с каким-то изображение может быть которые на прозрачном фоне да так вот анимация да я хотел показать анимацию смотрите как я сказал вот загрузил просто изображение вот она да с изображением чем можем делать что хотите да и вот например хотим я ним анимацию сделать да вот она анимация и например ну вот нажимаем да то есть я выделил выделил вот этот кусочек и нажимая на этот видеть анимация и вот начало этого кусочка это анимация то же самое длительность анимации мы вот здесь выставляем видеть вот то есть вот так появляется ну то есть можно работать с анимацией и как я сказал основном это относится к именно изображениям ну я думаю на сегодня все в этом видео пишите комментарии и что вам непонятно в этой программе что вы хотите увидеть еще вот пишите в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал и увидимся услышимся в следующих видео пока пока